Многие пацифисты ссылаются на ветхозаветную заповедь «Не убей». Непосредственные слова Божьи с одной стороны запрещают убийство, а с другой стороны говорят в иных случаях «Убей». В военных действиях убийство не приравнивается к убийству в мирную жизнь. Многие либералы сейчас скажут «Нет, даже правитель не имеет права лишать жизни». Но наши начальники народные, они имеют право на то, чтобы пресекать земные судьбы. И радуемся, что именно сегодня такой правитель во главе державы российской. И одновременно является одним из самых выдающихся политических деятелей современности. Кто-нибудь сейчас ухмыльнется, а я предлагаю всем, кто ухмыльнулся, подумать. Ты, пакость такая, недостойен лучшего. Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? Ты что, сам хороший, что ли? А почему ты считаешь, что недостойен Сталина опять? Пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича. Но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают. Работа Курчатова, коллег, собратьев, они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной. Как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Московская Духовная Академия и Семинары сражаются с НАТО. И потом... Ух! Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. Теория Дармена используется как инструмент для колонизации. Используется англо-саксонской научной мыслью. Надеюсь, что теория Дармена покинет учебники, как и не научно. Аутизм – сложные явления, последствия прививок, которые вкалывают детям. Люди отравлены идеей сверхзвездного, какого-то такого сумасшедшего счастья. Не надо это искать. На Руси счастье в браке, повторяю, не искать. Вам будет это странно слышать? Эта вся эта романтическая шелуха, она отравила нам сознание. Вот это любовь, любовь. Любовь – это жертва. Вот. Для меня любовь – это сколько крови ты готов пролить или отдать за того, за кого ты любишь, за Родину. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину. Потому что воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. И если в исполнении этого долга человек погибает, то эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Китайцы, которые участвовали в СВО, получили пулю в живот, и он от этого умер и воскрес. Война – это самое главное. Так и христианин, вот прямо с такого возраста, как только принесли его князить в храм, он к ней уже предназначен. Если дама, исполняя эту заповедь Божию «плодитесь и размножайтесь», отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не твое это. У тебя в очреве не твое. Не трожь. Попробуй только убей зачатая. В порошок будешь сотренать. В порошок. Хотел бы подчеркнуть возникшую опасность для семьи России, выдвинутую инициативу о некой федеральной программе о борьбе с домашним насилием. Русская православная церковь, верующие люди категорически не принимают данные документы. Угораздило нас попасть в такую полосу истории, когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, потом женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Счастье. Жить в России. В свободной стране. По-настоящему свободной стране. Ура, мы русские. Какой восторг. И давайте свидетельствовать посредством телеканала «Спас» о торжестве и разуме православия. Нет сильней нас в мире народа. И никогда на земле не будет, потому что не евреи избранный народ, а русский человек народ избранный, чтобы знали. Для Господа и для Богородицы мы народы избраны. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok